Безопасность граждан и охрана общественного порядка, участие в раскрытии преступлений и задержании правонарушителей. Основная работа сотрудников патрульно-постовой службы любого отдела полиции. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Эти люди первыми приходят на помощь жителям города, оказавшимся в беде. А тех, для кого охрана порядка не работа, а призвание, наш следующий репортаж. Не курите, пожалуйста. Хорошо, вы на этот поезд? Так будьте уже любезны садитесь, уже сейчас поезд будет отправляться. Не каждый отважится с ней поспорить. За глаза Юлию Николаеву называют «железной леди-полицейской». Ей стоит только окинуть взглядом зал ожидания городского вокзала, через который за день проходят тысячи человек, и она уже знает, кто из пассажиров сегодня баловался спиртными напитками. Задержанными предельно строга. Каждому доходчиво разъясняет права, обязанности и действующее законодательство. Работу в сугубо мужском коллективе считает плюсом своей профессии. С мужчинами мне интереснее работать, чем с женщинами. С ними проще работать, с ними всегда проще получать ответы на поставленные вопросы. То есть конкретный вопрос, конкретный ответ. Для меня проще с мужчинами. И я очень рада, что мои напарники, они всегда, скажем, оказываются рядом в трудную минуту. Юлия Николаева четыре года назад впервые надела на себя форму полицейского. Об этом нисколько не жалеет. Быть представителем закона почетно и ответственно. И только члены ее семьи говорят, ох, не женская эта работа. А она в ответ, в полиции нет мужчин и женщин. Только дома Юлия Николаева позволяет себе быть хорошей хозяйкой и заботливой мамой. Зовут тебя как? Катя. А фамилия? Ха-ха. Николая. А маму как тебя зовут? Ю-ю. А папу? Ю-ю. Папа. Папу Дима зовут. Эту ночь Тимур Набасов проведет без сна. В дежурной части Новорингойской полиции телефон не умолкает. Заместитель командира взвода со своими напарниками спешит на очередной вызов. Чаще приходится успокаивать шумных соседей, реже спасать людей от смерти. Несколько лет назад он со своими коллегами предотвратил самоубийство. Это произошло на Ленинградском проспекте. Мужчина, поругавшись с женой, решил свести счеты с жизнью, но выпрыгнуть из окна не удалось. Тимур Набасов в последний момент поймал его за ноги. Тимур Набасов начал служить в правоохранительных органах в 2006 году. Получив юридическое образование в Калмыцком государственном университете, перебрался в Новый Уренгой. Говорит, что с детства мечтал стать полицейским. Пошел по стопам своего дяди, который в глазах мальчугана был примером мужества, доблести и чести. Теперь и сам предупреждает и пресекает правонарушения. Бывают тихие, спокойные дежурства. Бывают шумные, продолжительные. Но весь негатив мы всегда оставляем на работе. Домой только приходим в хорошем и добром настроении. В семье должно быть взаимопонимание и уважение друг к другу. Безопасность граждан и охрана общественного порядка, участие в раскрытии преступлений и задержании правонарушителей – основная работа сотрудников ППС любого отдела. Однако работу в правоохранительных органах могут выдержать далеко не все. Испытаниями становится моральная нагрузка и ненормированный рабочий день. Что еще раз доказывает, полицейские – это не профессия, это призвание. Владислав Сюнинов, Юризенов, Служба новостей, «Импульс».